Севастополь 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 поскольку мы хотели рассказать о том, как, собственно, город помогал фронту, да, и, в общем, поняли-то мы, что тут особого различия между городом и фронтом не было в городе, да, вот, и, соответственно, снимали в Троицкой балке, где делали снаряды, минометы, вот, и снимали мы в анкерманских штольнях, где был госпиталь, где были швейные мастерские, где люди жили, спасались от бомбежек, и даже в том месте этих штолен, где был склад боеприпасов, который, как известно, был в последние дни обороны взорван. А сколько же ушло времени на его создание? Ну, несколько месяцев. То есть, действительно, такая очень тяжелая, кропотливая работа? Ну, она не тяжелая, она очень приятная, хоть она тяжелая с точки зрения той информации, которую ты получаешь, но она очень приятная в том смысле, что, когда ты понимаешь, что какие-то вещи, они, ну, не отложились, что называется, в сознании у тебя, а ты ставишь их вот на полку, и ты понимаешь, что вот, вот ты ее поставил, и теперь это будут знать люди, и это в этом смысле, это чрезвычайно приятная работа, я должна сказать. А почему вы назвали фильм «Севастопольский вальс»? Ну, это на самом деле, я вам так скажу, это не то чтобы мое название, но изначально канал НТВ, на котором я работаю, и, соответственно, они попросили меня, сделай, пожалуйста, фильм про Севастополь, поскольку ты правнучка человека, который написал «Севастопольский вальс». Ну, не только поэтому, конечно, я здесь и до этого работала в качестве корреспондента довольно давно, да, вот, то есть, как бы, всем было известно о том, что для меня «Севастополь» – это не пустой звук, не просто точка на карте, а что-то такое, в общем, достаточно личное. Вот, и придумали, ну, собственно, про что придумала я, а название, оно, как бы сказать, дедушкино, да, и тут удивительное дело, на самом деле, деда нет с нами уже больше 30 лет, но мне удалось с ним поработать, что приятно, поскольку в фильме звучит его музыка, хоть она и послевоенная, но мне кажется, что этот «Севастопольский вальс» – он, это не безмятежная танцевальная такая штука, да, это музыка с таким двойным дном, там, если чуть копнуть, и мне это, я всегда это слышала еще в детстве, что если туда вот чуть влезть, там боль, там, там ужасно. И вот в этот вот ужас, через эту песню, да, я хотела и пролезть, и пролезла в результате, понимаете, поэтому вот этот вальс, вальс вообще, мне кажется, это музыка Севастополя, неважно, это дедушкин, не дедушкин, ну, потому что здесь все так как-то делается с какой-то такой, очень больно, но очень лихо. Это город такого достоинства, причем не того, который несут, как тяжелый шкаф, а оно какое-то легкое, оно какое-то, ну, присущее этому городу, понимаете, и поэтому это вальс. Вы знаете, с ваших слов вот можно понять, да, как вы насколько эмоционально, душевно подошли к созданию самого фильма, да, и по итогу то, что получилось. А по-другому невозможно, потому что когда ты слышишь истории, которые рассказывают тебе ныне уже совсем не юные люди, да, а тогда совсем маленькие дети, вот как они это запомнили, как они это через жизнь свою пронесли, да, история, там, бомбы, разорвавшейся у тебя в доме и убившей твою сестру, которая была похоронена, прямо во дворе. Да, вот такие вещи, они, ну, ну, это нужно быть, ну, совершеннейшим просто бревном, чтобы не включиться в это. А вот насколько эмоционально было работать над этим фильмом сложно? Сложно, правда сложно, потому что наши замечательные старики, пусть не обижаются они на это название, да, но в данном случае это то, что должно быть обязательно в обществе, в обществе должны быть эти старики, потому что когда они есть, ну, нам как-то проще жить, на самом деле, когда мы знаем, что там впереди кто-то есть, кто-то все вот это вот прошел, прочувствовал, кто знает, да, они настолько, для них это было настолько затратно эмоционально, вот это все вспомнить, рассказать и заново, на самом деле, пережить эти наши с ними долгие разговоры, да, по часу, по два, по три, из которых в фильм вошли маленькие-маленькие кусочки, да, вот это, я вам должна сказать, на самом деле, непростая штука. Наши журналисты подготовили небольшой видеоматериал, давайте его посмотрим, а потом вернемся к беседе. Давайте. Светлана Добровольская, жительница осажденного Севастополя, принимала участие в съемках фильма. О периоде второй обороны города рассказывается слезами на глазах. Говорит, страшное было время. Обо всем случившемся с ней и ее семьей в те годы женщина даже написала книгу «Сталь и нежность». Самый страшный день был, самый страшный. Был 19 июня, когда немцы поливали нас сверху нефтью, бросали зажигательные бомбы. Они раньше бросали бомбы только ночью зажигательные, а то бросали зажигательные бомбы, и все деревья в городе загорелись. Хорошо помнят события того времени и Антонина Деева. Говорит, какими бы правдивыми ни были фильмы о войне, все равно невозможно передать все, что пришлось пережить людям в те годы. Я жила на окраине города Матюшенко, наш район. И когда бомбили нашу Матюшенко, то мы, потому что здесь от нас недалеко была 35-я батарея, с 35-й батареи маме привозили стирать вещи окровавленные. Мы, дети, сворачивали бинты, клубки сворачивали уже подстиранные. Показ фильма «Севастопольский вальс» предваряет одноимённая песня в исполнении советского эстрадного и оперного певца Георга Отца. «Севастопольский вальс» Музыку к знаменитой песне «Севастопольский вальс» В 1955 году написал композитор Константин Листов, а в 2016 его правнучка, тележурналист Елизавета Листова, сняла документальный фильм, который назвала «Точно так же». По словам автора, лента повествует о второй обороне города-героя, его защитниках, а также о тех испытаниях, которые выпали на долю мирных жителей Севастополя. Содействие в съёмках фильма творческой группы НТВ оказали и сотрудники историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея». Больше года назад Елизавета и её творческая группа НТВ обратились в законодательное собрание Севастополя. Тогда руководил ЧАЛ Алексей Михайлович с просьбой оказать содействие в съёмках фильма в Севастополе. И Алексей Михайлович поручил нам, в 35-й батарее, оказать всяческое содействие, что мы постарались и сделать. Премьерный показ фильма «Севастопольский вальс» прошёл на телеканале НТВ 9 мая 2016-го. А накануне 75-й годовщины начала Второй обороны города севастопольцы смогли впервые увидеть картину на большом экране. Святослав Данилов, Александр Дементьев, информационный канал «Севастополя». Ну и всё-таки по итогу, какие эмоции вызывают после постмотра фильма? У вас подходили в любом случае, да, что-то говорили? Подходили и говорили спасибо, на самом деле. Мне даже немножко неловко принимать эти благодарности, хотя они очень приятные. Но вот честно, после того, как я сделала этот фильм, вот единственное желание, что да не было бы его никогда, этого фильма. Я говорю, ну, чтобы не было повода делать такие фильмы, понимаете? Потому что приятно, благодарность приятна, но это не мне благодарность, это благодарность людям, которые прожили это всё, да, осознали и донесли до нас. Просто, насколько я знаю, многих зрителей, да, кто наблюдал за фильмом, выступали действительно слёзы на глазах. Да. То есть там были и школьники, да, и люди более старшего поколения. Вот насколько важен этот воспитательный момент? Наверное, важен, но вот ей же Богу, я не думала ни про какой воспитательный момент, потому что, когда делала, да. Другое дело, что вот фильм готов, и он, конечно же, будет жить своей жизнью, и это правильно, да, и я не должна там его вести за ручку. Он живёт, и мы видим, что он живёт, и это замечательно, и это очень здорово. Вот, но правда, я принимала благодарности, я за них очень признательна, но это благодарности не мне, честное слово. А может, вам что-то запомнилась, какая-то фраза, кто вам сказал после того, как посмотрел фильм? Ну, вы знаете, когда к тебе подходит незнакомый, весьма пожилой человек, берёт тебя за руку и говорит спасибо, ну, вот как это можно не запомнить? Потому что фильм же, он не делался для севастопольцев, вы поймите, это фильм показывался на, там, это был федеральный канал, это смотрела вся страна, да, и у севастопольцев как раз могли возникнуть куча претензий, потому что вот здесь не точно, а вот это вот не то, это не та улица, не тот дом, а это вот был не Иванов, а Петров, вы всё перепутали. У севастопольцев другой счёт по-большому, да, вот так, извините за тавтологию, да, вот, но этот счёт, он как-то вот сравнялся, это вот очень приятно, что я не услышала никаких вот нареканий, в том смысле, что где-то здесь неточность, там неточность, сям неточность, только вот спасибо, и всё. Ну, вот по итогам окончания работы, как вы считаете, всё ли получилось? Ну, слушайте, очень много чего туда не вошло. А хотелось бы как-то, может, его расширить, либо продолжить эту работу? Ну, нет, можно бесконечно делать, конечно, но, к сожалению, есть законы жанра, да, и в конце концов даже от большой трагедии можно устать, вот, там, и так фильм почти час, вот, очень много вот таких вот маленьких потрясающих историй, которые туда не, ну, просто не поместились, либо мне нечем, ну, как-то не на чем было их показывать, там, например, про замечательного садовника, совершенно даже немолодого человека по фамилии Крымов, который был садовником Приморского бульвара, который сразу после, ну, как только наступила весна 42-го года, вышел, да, и вот на этот разбомбленный Приморский бульвар, да, и стал его немедленно приводить в порядок. И таких вот микроисторий про каких-то замечательных людей очень много туда не попало, и вот это, конечно, предмет моей печали, скажем так. Ну, в любом случае, фильм удался, как, судя по всему мнению, да, все отзываются очень тепло и добро, и мы вам говорим большое спасибо за то, что действительно благодаря вашей работе можно окунуться и понять ту историю, да, те события, которые происходили. К сожалению, время нашей передачи уже стекло. Спасибо вам, что пришли к нам в студию. Спасибо большое, спасибо. Напомним, у нас в гостях была тележурналист, автор документального фильма «Севастопольский вальс» Елизавета Листова. Это была программа «В контексте». Все самое интересное еще впереди. Оставайтесь с нами. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok